Всем привет! Хочу рассказать о том, что сейчас происходит в Чернобыльской зоне отчуждения и городе Славутич. Во-первых, это пожары. На вчерашний вечер был 31 очаг огня, и потушить такое количество очагов не представляется возможным. Когда их было несколько, то потушить еще как-то можно было. Исправлялись, и тушили. Но после того, как потушили последние из них, вот это было примерно дней 5 назад, то возникли новые очаги, и подожгли уже в 31 месте. Сами понимаете, теперь с тушением пожаров огромная проблема, и горит более 10 тысяч гектар леса. Более 10 тысяч. Одна надежда на погодные условия, на дожди и на ночные заморозки. Только это сейчас может хоть как-то остановить распространение огня. И хочу заметить, что крайне тупо, крайне тупо вообще было поджигать это все. Потому что прежде чем дым от пожаров и радиоактивные элементы достигнут Киева, три города в Киеве, деревень, которые находятся на этом отрезке, то в первую очередь этот дым, всем этим будут дышать именно российские солдаты, которые какого-то хера, непонятно какого, приперлись на нашу украинскую землю. И они приперлись на нашу украинскую землю. И мало того, что они ведут боевые действия, так они еще и поджигают Чернобыльский лес. И многие участки этого леса конкретно радиоактивны. Вот. Это первое. Второе. Эти крайне неразумные и непорядочные люди завозят со стороны Беларуси огромное количество снарядов и хранят их прямо в непосредственной близости от саркофага. То есть они устроили там склад. С какой целью? Все очень логично и просто объясняется. Потому что в этом случае не будут бомбить склады возле саркофага Чернобыльского, естественно, бомбить никто не будет. Не будут производиться удары с авиацией, потому что, ну очевидно, боеприпасы сдетонируют. И там же есть и хранилище ядерного топлива. Вот. И это все очень-очень опасно. Кроме того, сам саркофаг, хранилище находится, ну не под саркофагом, оно находится недалеко. Но сам саркофаг тоже представляет собой многие его участки, там очень много высоко радиоактивных мест. Никто не будет их бомбить. И когда говорят, что там проходила дезактивация, вот, и кремлеботы пытаются апеллировать такими словами, то они забывают или просто, может быть, даже и не знают, совершенно не разбираются в вопросе, входят в дискуссию, не зная элементарных базовых понятий. Та радиация, которая была когда-то, от которой частично, частично, подчеркиваю, удалось избавиться благодаря дезактивации, ведь она ушла под землю. Она просто ушла под землю. И причем это касается не только Чернобыльской станции, но и, например, города Притять. Там радиация на земле значительно ниже, чем под землей. И, соответственно, если бомбить склады со снарядами, то вопросов о радиации под землей, ну, как бы, вы же понимаете, да, что взрывы – это автоматические воронки от этих самых взрывов. И, таким образом, все, что было под землей, окажется в легких у людей, причем не только в городе Киев, но и в Беларуси, и в России. Вот поэтому, поэтому, да, во-первых, хранить их там крайне тупо, вот, хотя, ну, просто, почему крайне тупо? С одной стороны, могло бы показаться, что это, наверное, какой-то, ну, такой вот военный подход, чтобы обезопасить собственные склады. С другой стороны, нередки случаи, так сказать, неосторожного обращения. И, причем, в российской армии, насколько я могу судить, насколько об этом может судить интернет, который помнит все, это явление чрезвычайно распространено. И достаточно вот такого вот неосторожного обращения, чтобы не только избавить нашу землю от пары десятков оккупантов, но и породить, фактически, еще одну радиоактивную катастрофу, которая повлияет на огромное количество жизней, причем, как я уже говорил, не только в Украине, но также в Беларуси и в России. Что касается города Славутич, в городе Славутич на сегодняшний день оккупационных войск нет. Теперь крайне смешно читать комментарии кремлеботов, которые с таким упорством, с таким нескончаемым злорадством пишут о том, что мы пришли навсегда, теперь попробуйте нас выгнать, теперь Россия вперед, и вот это вот, весь этот понос. Я по-другому назвать не могу, но люди, в принципе, пытаются заработать хоть какие-то копейки, большинство из них, я уверен, 90% это просто люди, не имеющие абсолютно никакого морального стержня, которые элементарно зарабатывают эти несчастные 45 тысяч комментатором объявления о наборе таких вот комментаторов, если вы не знали, то наслан до этих объявлений миллион. И люди идут, зарабатывают последние гроши, потому что безработица все больше и больше, а цены все выше и выше, а YouTube, как мы все знаем, могут отключить вот-вот, поэтому люди пользуются последней возможностью. Однако, однако, российские войска вышли из Славутича фактически без какого-либо особого противостояния, без городских боев, без уличных боев, потому что местные жители показали свою позицию. Вышло полгорода, и этот митинг, и горячая встреча, кадры из которой вы также можете увидеть на канале, который я приложу и к этому видео, она просто отрезвила и дала понять, что даже этот город, город Славутич, который фактически находится на границе с Белоруссией, где процентов 90 населения разговаривало на русском языке, видеть российских оккупантов не хочет, ни при каких условиях, и считает их фашистами просто, буквально, и говорит об этом совершенно прямо. Поэтому войска российские стоят вблизи города. Вчера они делали рейд по поиску оружия, диверсантов, но никого и ничего так и не нашли. Заявили, что хотели бы избавиться от полиции, хотели бы, чтобы полиции просто не было в городе, но им отказали прямо, сказали, что это невозможно. И кроме того, распространяется информация, что они привезли некую гуманитарку, но это абсолютное вранье. Никакой гуманитарки они не привозили, и сейчас в городе идет раздача гуманитарной помощи, которая была накоплена ранее. Так как, я напомню, уже месяц, месяц, как город полностью отрезан от поставок какого-либо продовольствия, так как к нему вела одна единственная дорога, и эта дорога была с первых дней войны заблокирована опять-таки российскими оккупационными войсками. А сейчас посмотрим, кто не видел, как встречают россиян в Славутиче, еще раз посмотрим, с удовольствием посмотрим. На это смотреть приятно. Я имею в виду не на вход российских войск смотреть приятно, а на то, как встречают их наши украинские граждане. О, а то я что-то слетела. Россия, 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 Смотрите, они там стоят, посчитали, что подначили по домам лазить. Они вот стоят за стеной. О, а то я что-то слетела. Смотрите, они там стоят, посчитали, что подняли оружие на своих братьев. Не братья вы нам больше. Вы поставили свои танки на месте в город. Вы знаете, вы стреляете в наших мирных жителей. Русский корабль, иди нахуй. Мы тебя не звали. Ваня, возвращайся домой. Где тебя еще ждет, твоя истезия, и семья. Ты добьешься того, что тебя мазить, проклянет. Ты забыл, что такое честь, дух и совесть? Возвращайся назад, откуда ты и пришел. Иначе ты здесь не найдешь столько в твою змею. Я надеюсь, что ты положил уже зерна в карман. Потому что когда твой круг будет менить в нашей земле, будет хоть какой-то в этом смысл. Субтитры сделал DimaTorzok